Всем ландшафтный привет! Мы сегодня на нашем легендарном объекте экстра, площадь которого составляет 35 соток. Подводим итоги сезона 2022 года, что успели сделать за год. И с вами Мария Кордубаева, автор этого проекта и основатель дома ландшафтного дизайна Royal Gardens. На контрасте предлагаю вам ознакомиться с обликом участка до появления команды Royal Gardens на этом объекте. Мы видим с вами, что участок был несколько заросший и характер рельефа был, скажем так, ординарный. Чего не скажешь сейчас о характере рельефа. Итак, первое, с чего мы начали, мы удалили аварийные старые деревья, удалили большой тополь, источник аллергена, при помощи профессиональных арбористов. Хочу сказать, что на эту работу у нас ушло порядка двух дней, и мы не просто спилили все деревья, вывезли порубочные остатки, мы еще и выкорчевали корни старого тополя. Правда, сделали это уже на следующем этапе, на этапе черновой планировки, когда в нашем арсенале была тяжелая техника. Переходим к следующему этапу. Черновая планировка. Это перемещение больших объемов грунта на заданные необходимые вам точки, на заданные отметки, высоты, на которые уже впоследствии будут ориентироваться строители при возведении дорожек, бетонных работ, подпорных стен и так далее. Зачастую заказчики хотят совместить черновую планировку с чистовой планировкой в целях экономии. Это невозможно, это вообще неправильно. Запомните, всегда сначала идет черновая планировка, потом бетонные работы, стройка и только потом чистовая планировка. Здесь даже разный характер специфики этой деятельности. Дело в том, что на этапе черновой планировки вы можете совершенно спокойно загонять тяжелую технику и перемещать объемы грунта. А вот на этапе чистовой планировки чаще всего вы уже не можете никакую технику загнать и все перемещения грунта делаются вручную, просто потому что к моменту чистовой планировки очень часто уже у вас заложена трассировка всех основных коммуникаций и тяжелая техника просто их раздавит. Поэтому не нужно пытаться здесь экономить, кого-то уговорить на то, что а нет, давайте в рамках черновой сделаем чистовую. Так это не работает, это две разные работы с разной спецификой и с разным характером работы. В рамках черновой планировки мы отодвинули большие объемы массы грунта от такой видовой точки в доме. Еще мы грунтом подняли высоту участка там, где впоследствии у нас возведена была летняя кухня. Работы мы выполнили всего за две недели. Это очень быстро для 35 соток благодаря просто высококлассной работе нашего подрядчика, легендарного копателя Сергея Амосова. Сергей не только занимается черновой планировкой на участках, он еще и бог дренажа и ангел ливневых канализаций. Я намеренно использовала эту метафору для того, чтобы привлечь ваше внимание вот именно к этой части видео, потому что действительно работа с Сергеем доставила огромное удовольствие. Очень системный, порядочный, ответственный подрядчик. Ссылочку на сайт Сергея оставлю в описании к этому ролику. После черновой планировки мы вынесли в натуру проект, то есть разбили дорожки на участке и пригласили владельцев сада прогуляться по ним. Как бы вы не были уверены в дорожно-тропиночной сети, которую вы в проекте нарисовали, все равно это очень важный такой этап и может быть я бы даже называла это ритуалом пригласить владельцев сада для того, чтобы они прогулялись по будущим дорожкам, представили, включили воображение, какие у нас будут вокруг растений и так далее. В общем, это классный ритуал, который всем удовольствие доставит и вам поможет окончательно согласовать направление и ширину, что немаловажно, дорожек. Потому что очень часто на этапе проектирования владельцы сада говорят, а давайте сэкономим, зачем нам дорожка шириной метр сорок, давайте сделаем ее метровую. И когда вы размечаете и показываете, что по метровой дорожке как-то тесновато вдвоем прогуливаться под ручку, вы совершенно спокойно согласовываете нужную и правильную и комфортную и удобную ширину дорожек. После того, как мы разместили все дорожки, мы перешли к следующему этапу. Мы привезли камни на участок. У нас 40 глыб. Общий тоннаж этих глыб 29 тонн. Я вам могу сказать, что заниматься расстановкой камней на объектах это мое самое нелюбимое занятие, потому что мало какие водители-манипуляторов понимают смысл покрутить 800 килограмм каждой глыбы и чем вообще одна страна красивее другой. И почему именно этой стороной нужно повернуть на зрителя. В общем, эта миссия у нас заняла порядка двух с половиной дней. Очень такой напряженной работе вместе с водителем-манипулятором. Но мы справились. О камнях я вам неоднократно рассказывала в предыдущих роликах. Порода называется Усть-Гай. Покупали мы в компании 4 седьмых. Ссылочку на компанию, в которой огромный ассортимент камней. Вообще, на мой взгляд, просто лучший, самый богатый ассортимент камней. Я оставлю в описании к этому ролику. Итак, после того, как мы разместили камни, мы уже смогли приступить к бетонным работам. Сейчас мы приближаемся с вами к огороду. Здесь у нас были самые первые наши бетонные работы. Мы отлили основание для дорожек. Здесь у нас покрытие будет из клинкерного кирпича, специального клинкерного кирпича для мощения полнотелого. Затем здесь мы отлили подпорные стены, сделали террасирование. Далее, в рамках бетонных работ мы еще отлили фундамент для беседки. Так, на минуточку, вот посмотрите. Там у нас уже беседка выросла. Эгиги, какая большая, красивая и торжественная. Далее, в рамках бетонных работ мы еще отлили нашу скамью-лежак. Я думаю, что к ней нужно спуститься. Да? Пойдемте. Ну что, хайпанем не по-детски. Исключительно ради вас. Это скамья-лежак. Она очень глубокая. Такой формы специально для того, чтобы два человека в алетом могли здесь наслаждаться чтением книг, принятием солнечных ванн, ну и просто приятным времяпрепровождением. По эргономике невероятно удобно. Ну, конечно, да, только я могу в пуховике, солнца нет. Лежать и загорать и рассказывать вам, как здесь здорово будет загорать. Вот представьте, вот я поместилась, да, у меня рост метр семьдесят два. И напротив меня может смело вот точно так же уместиться вообще гулливер на самом-то деле, да? В общем, ребят, на самом деле, как кайфовое место, потому что вот я сейчас вот так вот легла, и я понимаю, что у меня вот здесь вот будет очень красивая обзорная точка. Я буду наблюдать на красивую композицию из растений. А человек, который будет с этой стороны лежать, ой, человек, который будет с этой стороны лежать, вот так, следственный эксперимент называется, он будет наблюдать вообще безумно красивую сосну бонсай и любоваться на наш невероятно красивый склон, украшенный и спреями, и соснами, и папоротниками, и можжевельниками, и баданами. Мне кажется, меня уже можно бы в дурку отвозить, да? Смотрю просто на склон с снегом, да, и такая, вот представьте себе здесь бонсай и все такое. Итак, после того, как мы выполнили огромный объем работ бетонных, мы приступили к самому-самому интересному устройству опалубки для наших бетонных дорожек. И вот на этом месте я хочу остановиться подробнее, потому что после того, как я опубликовала видео про наши бетонные дорожки, после того, как я написала пост и выложила пирог мощения, кстати говоря, все пироги мощения, все полезные схемы, таблиц мы выкладываем в нашем телеграмме. Курдубаева вещает. Подписывайтесь на телеграм-канал и получайте самую полезную и ценную выжимку из наших роликов. Так вот, очень много я словила дискуссий по поводу необходимости пенополистирола. Ребятки, ну, во-первых, я делюсь нашим опытом и нашей методологией. Я никого не заставляю идти по нашему пути. Но мне было невероятно интересно наблюдать за комментариями, где были практики, которые говорили, ребята, пенополистирол реально работает. Он реально помогает сгладить вот это вот морозное пучение и выдавливание мощения, выдавливание бетона. И были в то же время люди, которые просто козырями, как вот, знаете, как козырями били гостами. Да что вы такое говорите, вы сами не понимаете. В общем, ребят, практика показывает, что пенополистирол действительно помогает снизить вот это морозное давление, пучение. И очень пригождается в нашем Подмосковье этот метод. Давайте на нем остановимся поподробнее. Я вот просто вот принципы пытаюсь сейчас рассказать. Кто этот принцип знает, перематывайте вперед. Итак, поговорим о пенополистироле в той части сада, где как раз-таки он использован под дорожками. Смысл в чем? Земля отдает тепло. Пенополистирол это тепло задерживает. Это значит, что там, где у нас проложен пенополистирол, у нас земля не так сильно промерзает, как если бы этого пенополистирола не было. А когда земля замерзает, она начинает расширяться, потому что это у нас влагоемкие, влагонасыщенные грунты в Подмосковье. И когда земля расширяется, она поднимает вообще все. Поэтому для того, чтобы снизить это морозное пучение, нам нужен пенополистирол. Более того, я прошу вас не забывать о том, что есть дорожки, на которых, например, буду чистить снег, а рядом с дорожкой снег не чистит. Это значит, что там, где почистили снег, сильнее промерзнет эта дорожка, а рядом грунт так не промерзнет за счет вот одеяла из-за снега. Поэтому нам нужно здесь добавить пенополистирол, там, где мы будем чистить дорожки, для того, чтобы не было вот этой разницы промерзания, сильной разницы промерзания грунта между дорожками, почищенными от снега, и грунтом, который закрыт снежным одеялом. Я надеюсь, мне удалось объяснить, зачем нужен пенополистирол. Оператор кивает, оператору все понятно, только попробуйте, скажите, что вам кому-то непонятно. Помимо пенополистирола были вопросы по поводу скользкости этих дорожек, поскольку они отлиты из бетона, еще отшлифованы. Я вам так скажу, они не более скользкие, чем любые другие дорожки после ледяного дождя. Вот так вот я отвечу. Потому что, когда был ледяной дождь, скользким было абсолютно любое покрытие, любое мощение, кроме одного, кроме одного. Но абсолютной находкой для меня стало, и прям откровением, покрытие каменный ковер Казинаки, которое мы сделали в Миллениуме. Мы ездили на съемки в Миллениум парк, и там по плитке было прям опасно передвигаться. Но когда мы дошли до огорода, просто шикарное ощущение было, как будто я на резиновом покрытии прыгаю. И у нас вот это покрытие, каменный ковер, оно будет между плит на этом участке, на главной аллее входной в сад и на тех транзитах, которые ведут в дом от парковки. Кстати говоря, о парковке. Очень было много вопросов. Как же так же я перенесла калитку далеко от паркинга и все такое. Ребятки, на самом деле гараж, который сейчас пристроен к дому, архитекторы проекта решили сделать спортивным залом. А для автомобилей в нижней правой части участка будет возведен отдельный навес. Вот в той части, как рассада, у нас и будет находиться навес. Ну и раз мы находимся с вами по соседству от дорожек из Лиственницы, справедливым будет сразу поделиться с вами технологией устройства этих дорожек. Схему основания дорожек из Лиственницы вы сейчас видите на экране. Она была разработана совместно со владельцем сада, который очень увлеченно принимает участие в всех проектных решениях в нашем саду. Надо сказать, что в этом году мы сделали основание для этих дорожек, но мы не стали облицовывать это Лиственницы, потому что мне будет мешать Лиственнице при посадках. Мне проще сделать всю грязную работу, все благоустройство, зеленение, и только после этого зафиналить все это пространство дорожками из Лиственницы. Итак, после того, как мы покончили с дорожками, мы приступили к металлическим конструкциям, к малым архитектурным формам, коротко МАФ. Вы видите, что у нас сварены каркасы для лестниц, которые тоже будут облицованы впоследствии Лиственницами. Вы видите, у меня за спиной малинник. Мы начинали с вами видеоролик с потрясающего входа в огород. Это наш виноградник, который вызывает массу вопросов у жителей поселка по поводу нормальности владельцев сада, нормальности ландшафтников, которые это все придумали. Ну и вообще, что же здесь тут такое происходит. И мы сейчас с вами идем к нашим аркам ломанным, на которых я хочу отдельно остановиться, потому что вы задавали вопросы, а как же мы их вообще крепили, как мы их фиксировали. Вот они у нас, эти большие арки конструкции. Надо сказать, что они выполнены из металлических балок 150 на 150 миллиметров. И был интересный момент, когда подрядчик со мной пытался договориться на то, чтобы сделать из более маленьких узких 100 на 100 металлических швеллеров эту конструкцию. То, что он говорит, ну слушай, 150 на 150 это очень много, давай оптимизируем смету. Нет, 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 нет. И вот здесь вот я хочу прям как раз с вами отдельно это обсудить. Когда вы проектируете, сидя в своей квартире или вообще в помещении, какой-либо участок или объект, который будет находиться на улице, надо учитывать, что у вас восприятие габаритов и соразмерности совершенно разное, когда вы находитесь в помещении или когда вы находитесь на объекте. Если бы мы сделали эти балки более узкими, это выглядело бы как зубочистки. Это было бы в контексте сада не гармонично, даже инородно. А когда мы понимаем, что у нас в контексте сада эта конструкция, мы ошибок не совершаем. Ну, собственно, пример еще знаете какой? Автомобиль, когда вы смотрите на автомобиль в автосалоне, находитесь, вам кажется, он прям огромный. Выезжаете на этом автомобиле на улице и понимаете, что он просто крохотулечка, крохотный. Вот такой же самый обман у людей возникает, когда они в помещении проектируют что-то и не учитывают, что на улице совершенно все по-другому выглядит, смотрится. Все гораздо меньше. Поэтому выбираем для больших садов большие малые архитектурные формы с размерами не скромничаем. Сейчас на экране вы видите схему монтажа этих конструкций. Вы видите, что у нас были вкручены сваи, и эти сваи мы еще и забетонировали. И у нас существует сварочный шов между нашими арками и сваями. В этом году мы также успели проложить коммуникации, то есть трассировку провели автополива и освещение. Здесь я хочу остановиться подробнее. Подробнее на закладных. Потому что до сих пор я наблюдаю старую школу устройства закладных на объектах, когда рабочим проще проложить одну гильзу, соточку, и все. И мы ее закопали, и потом долгими раскопками ее ищем. Посмотрите, как удобно, когда у нас закладные, которые выполнены из гофрированной двухстенной трубы. Их искать, раскапывать не надо. Для того, чтобы они не засорялись, мы их просто вот так вот пакетами закрыли. И зато их видно, и зато их видно. Не жадничайте с закладными. Здесь у нас каждая труба 110-я. Всегда кладите минимум одну для автополива и еще одну 110-ю для освещения. В этом саду 35 соток есть узлы, где у нас вообще по 4 закладных проложено под мощением. Сейчас вы видите схему на экране и можете как раз убедиться в этих узлах. Всегда согласовывайте устройства закладных с подрядчиками по свету и освещению для того, чтобы потом впоследствии не делать проколы. Наверное, надо было сказать, что такое закладные, да? Для тех, кто может не понимать, о чем речь. Для новичков скажу, закладная это возможность под мощением или под бетонной плитой какой-нибудь, которая залита у вас на объекте, под террасой провести автополив или освещение. То есть провести необходимые коммуникации. И по сути это как гильзы, как какое-то пространство, в которое вы просто можете протянуть кабели, например. В этом году неоднократно видела, как опытные строители, опытнейшие, кладут закладные вот пятидесятки. То есть диаметром всего лишь 5 сантиметров. Вот эти пипетки пусть забирают к себе на свои участки и там наслаждаются прокладкой коммуникации через эти пипетки. Вот можете меня сейчас закидывать помидорами, любимые дорогие строители, опытнейшие, но с такими закладными в современном ландшафтном дизайне ничего проложить невозможно. Вот знаете, вот такие вот я видела как раз, вот такого плана, вот такого плана почему-то строители любят делать закладные. В данном случае это магистраль для полива, но вот я видела как вот такие трубы брали и использовали в качестве закладных. Это просто катастрофа, ни в коем случае не соглашайтесь на это. Если вы владелец сада, которому вот такие закладные положили, просто вот все вытаскиваем этот букетик, передаем строителю и желаем ему приятного времяпрепровождения с этими закладными. А вам нужны вот такие. Прям карма в действии, чуть ногу не сломала. А вам нужны вот такие. Все валите на Кордубякину, если что. Слушайте, ну по-моему мы просто огромный объем работы провели в этом году. Участок кардинально изменился благодаря нашей бурной деятельности. Я благодарю всех подрядчиков, которые принимали участие в этом проекте. Я благодарю владельцев сада, которые поверили в идею, продали дачу, чтобы ее реализовать и разрешают съемки на этом объекте. Следующие выходные, по вашим многочисленным просьбам, мы проведем с вами разбор дендроплана этого сада. Ура, ура! У нас будет с вами живое общение в 11 утра, 28 декабря. Все их жду на прямом эфире. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить прямой эфир, где я расскажу, какие растения мы подобрали для этого сада, по какому принципу мы их выбирали. И вы можете мне задать все свои вопросы прямо в прямом эфире и получить ответы. Ну а с вами была Мария Курдубаева. Я с вами прощаюсь и предлагаю зафиналить этот ролик просмотром пролетов с коптера на трансформации над рождением этого сада. Всем чудесных выходных! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Что мы делаем? Мы где находимся? Кто я есть? Зачем мы здесь сегодня собрались? вот они они эти ландшафтные дизигнеры в кроссовочках на объекты ездят ладно я буду улыбаться и ни одна мускула лица у меня не покажет что я набрала много снега по-моему не надо все нормально учит ли нас чему-то жизнь это какие-то современные слова ну мы современные ландшафтные архитекты а